Вчера средь бела дня в Екатеринбурге простая женщина за рулем заехала в подъезд жилого дома, из которого в этот момент по очень счастливой случайности никто не выходил. Ну и потом из него тоже никто не выходил, только уже по техническим причинам. Случилось это на улице Учителей на второй день после Дня Учителей, когда все причастные и причастившиеся накануне уже обязаны были протрезветь. Да и вообще, времени было половина третьего пополудни. Кто ж в такое время садится пьяным за руль? Поэтому будем считать злыми языки тех очевидцев, которые утверждали, что дама, вывалившаяся из-за руля Тойоты Авенсис, была под мухой. То, что она, по свидетельству тех же граждан, позже плакалась гаишникам в их машине на жизнь свою никудышную, это тоже не говорит ни о чем, кроме как о нелегкой ее женской судьбе. И так все плохо, а тут еще из головы вылетело, где тут тормоза, для чего руль, и почему вообще она за ним сидит. Повезло хоть никто в этот момент не оказался на ее боевом курсе, с которого, как известно, не сворачивают ни при каких обстоятельствах. Впрочем, даме это и везло и раньше. Например, когда она получала госномера на свою Тойоту, ей совершенно случайно и неожиданно достались такие досочки с цифрами на ноль, а с буквами, ну прямо с цитатой из саундтрека к советскому мультфильму про бременских музыкантов. Е-е-е! И вот этот е-е-е автомобиль ее подвел, точнее подвез, непозволительно интимно близко ко входу в десятиэтажку, отчего на капоте после контакта с неострым, нетупым прямым каменным углом оказалась очень длинная и глубокая морщина, едва не заразившая водительницу этим косметическим дефектом. Теперь некоторые согражданы, обращая внимание на е-е-е на е-е номерах, переживают, как бы она, такая блатная, не уехала от ответственности. Ну, после такой огласки и засветки это вряд ли. Более того, гаишники уже известили всех заинтересованных о том, что 35-летняя пациентка надышала им на каждый литр воздуха из нее по 1,3 миллиграмма чистого спирта. А это совершенно конкретное тяжелое алкогольное опьянение, когда человек не отражает, что происходит вокруг, и не способен самостоятельно передвигаться. Это, кстати, объясняет, почему тетя старалась подъехать поближе к подъезду. А еще выяснилось, что номера с тремя е-е она никогда не получала. Машину эту она взяла прокатиться у знакомого, который умеет, видимо, такие номера где-то получать. Что касается водительских прав, то и их она тоже никогда в жизни не получала, за что и получит дополнительно. Сейчас по КААПу ей полагается штраф 30 тысяч рублей, ну а дальше самое интересное – от 10 до 15 суток административного ареста. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам, станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.